Ввести ограничения для СМИ при освещении материалов по теме насилия. С таким предложением выступила правозащитница Иман Умарова. Идею она озвучила на круглом столе, который прошел в столице. Темой встречи стала этика журналистов. Участники заседания обсудили не только работу корреспондентов, но и предложили создать в Казахстане институт ньюс-омбудсменов. Дана Ермак продолжит. В Казахстане может появиться ньюс-омбудсмен, человек, который будет регулировать споры между СМИ и читателями и не доводить их до суда. Идею предложили на круглом столе. По словам президента Международного фонда по защите свободы слова, эта практика успешно применяется за рубежом. Их задача заключается в том, что они так называемые адвокаты читателей. То есть если вдруг у читателей, у пользователей СМИ возникают какие-то вопросы, они в досудебном порядке, в медитативном порядке, они могут подать жалобу и провести переговоры. И этот диалог, он с одной стороны, он помогает поднять уровень доверия среди читателей, но с другой стороны, это также улучшает само средство массовой информации, потому что идет обратная связь. А вот правозащитница Айман Умарова предлагает ввести ограничения для СМИ при освещении материалов по теме насилия. По ее словам, некоторые журналисты, рассказывая о таких делах, забывают о последствиях своих публикаций. Тем более, что в них иногда указываются детали преступления, и это может навредить жертве, считает Умарова. А порой и недостоверность информации приводит к нарушению прав человека. В результате неправильно поданной информации, жертвы насилия страдают и подвергаются повторной виктимизации. Что это такое? Это влияет на психику. Это говорит о том, что общество начинает осуждать человека, который и так-то подвергся насилию. Я считаю, что в этой части для защиты прав жертв насилия нужно ограничить журналистов в публикациях, особенно когда подробности насилия, или же если они берут интервью не участников процесса, в этой части они должны брать интервью только у участников процесса. В качестве эксперта можно брать интервью, опять-таки ссылаясь на информацию, которая была предоставлена участниками процесса. Еще Айман Умарова предложила ввести в вузах предмет правовая журналистика, чтобы работники СМИ разбирались в законах и знали права человека. Все предложения выслушала министр информации Аида Балаева и обещала взять их в разработку. В целом я очень внимательно слушала всех спикеров и все предложения я условно разделила на три направления. Это институциональные, это организационные и образовательные. Я также присоединяюсь, что вот такие круглые столы должны быть системными и должны касаться обсуждения всех актуальных вопросов развития медиасферы. Поэтому министерство будет координировать эти вопросы. Добавлю, что кроме этого участники встречи обсудили вопросы подготовки кадров, факт-чекинга и создания Совета по этике журналистов. В завершении Аида Балаева отметила, что такого рода круглые столы будут регулярными. Каждая встреча должна способствовать решению актуальных вопросов медиасферой. Дана Ермак, Нуржан Махмутов, Аттана, Таймс.